Всем большой-большой привет, мои любимые подписчики, мои дорогие зрители. Сегодня вас ждет коротенькое-коротенькое видео, минут на 10. Я надеюсь, что вам его хватит для того, чтобы вы заснули крепким, здоровым, спокойным-спокойным сном. Это наша прогулка. И сегодня море волнуется раз, море волнуется два, очень ветрено, периодически. Солнышко скрывается за тучки, крабовый дождик, волны, капельки, капельки, капельки от озера летят. Мы с мамой оставили собачек дома, оделись потеплее. Для нас в Швейцарии, в той части, где мы живем, в французской, такая вот погонная, как-то ветрено, наверное, градусов. Ну, что-то такое, типа как 16 до 17, до 18, наверное, когда вот ветрено, такая уже практически зимняя погода. Я маме сказала, мама, такая вот у нас тут зима. Это, конечно, огромный-огромный плюс, посмотрите. Нам очень повезло, потому что, когда в Швейцарии такая погода, а озеро еще теплое, по крайней мере, недостаточно холодное, то вот то место, где мы живем, становится настоящим раем для гайд-серферов. Правильно так, наверное, да, они называются. Все небо заполняет вот эти вот разноцветные парашютики, которые каким-то чудесным образом не переплетаются друг с дружкой, поэтому мы с мамой решили немножко прогуляться сначала в одну сторону, насладиться озером, насладиться безлюдной прогулкой, птичками, свежим воздухом, уже некоторым количеством листиков, которые попанули. А потом вернуться обратно и посетить на том пляже, которые облюбовали вот эти вот гайд-серферы, и посмотреть, как медитативно понаблюдать за всем этим процессом, который, конечно, завораживает. Я вообще подумала, слушайте, какой классный вид спорта, потому что я абсолютно равнодушна к спорту именно вот такому. То есть мне нравится заниматься в спортзале. А вот что-то такое более имеющее какую-то, знаете, четкие формы, оно мне не очень нравится. Вот это прям такой спорт, который меня, мне кажется, захватил бы. Для этого нужно быть очень такой подтянутый, очень сильный. И мне, вот я сколько на них смотрю, стало действительно-действительно интересно попробовать. И нужно будет поискать, какие для этого, может быть, какие-то школы есть, или нужно нанимать отдельно какого-то индивидуального тренера, может быть, да. Потому что выглядит это все очень сложно. Хотя кто-то говорит, что это, допустим, проще, чем, я не знаю, там просто сниматься серфингом и так далее. Блин, ну по мне так это выглядит просто фантастически сложно, особенно когда они не просто катают, да, под этим парусом, ловя порывы ветра. Мне кажется, для меня это было бы самое сложное, потому что у меня большие проблемы. Я даже, знаете, когда идет дождь, я зонтик не могу наклонить в правильную сторону, чтобы на меня капли не попадали. Вот, так это же не просто нужно ловить ветер, там еще когда они подпрыгивают, нужно, чтобы вот как-то держать свою траекторию, чтобы они, вот эти вот канатики, которые ведут к парашюту, чтобы они не спутались с другими. В общем, для меня это просто что-то фантастически сложное, посмотрите, народу нету. Солнышко-то появляется, то исчезает. Вот по деревьям видно, да, что очень ветрено. И, кстати говоря, вот было такое волшебное-волшебное освещение, которое нас мама и просто заворожила, потому что волны такие, знаете, они переполамученные, с песком, с водорослями, да, такие суровые, какие-то нарктические волны. И они такого мраморного-мраморного цвета, который по-другому я даже не могу описать. Вот это темное небо, видно, что на той стороне, где Франция, где горы, там все прям не то, что дождь, там прям ливень, потому что какими-то, такими, знаете, там некоторые места вообще даже не видно, потому что такой туман из дождя. И вот это вот освещение, на фоне которого пробиваются солнечные лучи, озеро, на котором эти солнечные лучи играют, вот эти вот разноцветные парашюты, и знаете, как будто бы вроде бы место то же самое, да, озеро то же самое, город то же самое, а как будто бы какая-то параллельная реальность. То есть мне вообще нравится такое кардинальное изменение в освещении, потому что именно оно, особенно когда есть такое богатство природное, оно дает вот это ощущение смены какого-то временного пространственного континуума. Вообще очень сложно описать, но какой-то такой, знаете, вот если в это чувство окунуться, то ты его прямо физически проживаешь, да, и, соответственно, проживая вот это вот немножко измененное чувство, ты больше ощущаешь себя, ты больше вспоминаешь себя, ты больше видишь себя. Мне кажется, что это очень полезно. Вот мы с мамой возвращаемся обратно, смотреть на все вот это буйство красок. Я очень рада, что это удалось заснять, я очень рада, что маме удалось это увидеть, потому что сегодня погода такая какая-то неоднозначная, и мы побоялись куда-то ехать, потому что неизвестно, вдруг начнется дождь, ну и как-то путешествовать в дождь, да, в какую-то такую нестабильную погоду не очень приятно. И вот мы пошли просто решили, ладно, оставим собак, прогуляемся вдоль озера, я очень рада, что попали вот как раз на такую красоту, потому что мама этого раньше не видела, она просто села, знаете, ему вот так вот ахнули, там такие стоят, не стоят, и на пляже лежат срубленные деревья уже старые. Вот мы сели на один из таких срубленных стволов и просто наблюдали. Мама фотографировала, потому что маме очень нравится фотографировать, я снимала, и мы обе понимали, что нужно уже остановиться, потому что красота кадров возможных, она бесконечна, она нескончаема. Плюс, конечно, вроде получается, что ты снимаешь людей, а это не здорово. Хотя, так, я смотрела вокруг, и было много людей, которые снимали, потому что действительно зрелище свораживающее, плюс, мне кажется, они довольны, потому что чем больше зрителей, тем больше я видела, что как-то вот они подпрыгивают, что, к сожалению, не так часто у меня получалось ловить на видео, они там какие-то фигуры выделывают, то есть это очень, видимо, считается круто, когда ты подпрыгнул, не просто подлетел, но дойстрем, причем очень высоко, там метр на два, еще круто, когда ты можешь провернуть доску или коснуться доски рукой, а доски, я заметила, есть разные, есть плоские, 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 а есть как будто бы такие, знаете, как двойные, так как будто, знаете, когда у лодки такая штучка сзади, не знаю, кстати, какая у них разница в плане простоты или сложности, но вот, и очень нравится этот парашютик, там у него часть поддувается, часть надувная, часть нужно просто расправить с помощью ветра, вот они так и раскладывают вот эти вот канатики, и, в общем, конечно, это не просто было несколько девушек, при нас какие-то заходили в воду, у кого-то получалось, у кого-то не получалось, потому что это действительно такой спорт, он требует большой, такой хорошей, настоящей физической подготовки, но безумно-безумно красиво, просто посмотрите, какое освещение, какие лучи, да, какое озеро, абсолютно море сегодня, да, мама снимает, и какое-то как будто бы, не знаю, что-то очень синематографичное, что-то полная жизнь, поэтому, конечно, очень довольна прогулкой, вот сейчас вернулись, полные впечатления, мама выбирает кадры на телефоне, которые она оставит, которые будут выкладывать в Инстаграм, я монтирую ролик, сидим, выпили по бокалу красного вина, как всегда, в том числе и за ваше здоровье, тоже, посмотрите, проплывает. Кораблик, кораблик, кораблик. Это кораблик, обычно у нас ходит вдоль берега, ходит до Монтрё, до Женевы, по-моему, да, Монтрё, Женеву, Виве, куда еще он ходит, я не помню, в нашем городе Сен-Сю��ибис, он тоже восстанавливается, в городе Морж, наверное, он тоже восстанавливается, да, в городе Морж, конечно, тоже восстанавливается, а еще есть такие вот водные трамвайчики, Которые курсируют между берегами То есть можно поехать во Францию Посмотрите, как девушке тяжело с этим парусом Вообще сколько их, как они не запутываются Друг с дружкой, не переплетаются Просто фантастика, просто фантастика Мне еще нравится тут белая линия по кромке воды Если заметили, она просто тоже очень сказочная Прыгуны Очень рада, когда получается запечатлеть Потому что мама все говорила Посмотри, 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 посмотри Он прыгнул, посмотри, он прыгнул А я все, тоже еще один Но сам прыжок я не запечатлела Потому что у меня все не получалось Поймать вот этот вот сам прыжок Насколько мне нравился просто этот процесс Как они ходят, столько жизни Вот эти вот горы какие-то такие сказочные И я вот подумала, как круто Вот в этом плюс большой швейцарцев Что они очень такая вот вещь в себе У которых такая погода обязательно означает Кайдсерф Такое очень простое физическое какое-то удовольствие Физическое занятие Которое тебя выматывает Которое тебя в то же самое время наполняет энергией И тебе хватает вот этой энергии Для того, чтобы ты как-то нормально функционировал Гармонично и здорово Вот Я когда вижу таких людей И вот какой-то такой подход к жизни Он мне нравится Он мне очень близок Вот эта белая, смотрите, линия по громке воды Про которую я говорила Освещение невероятное Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Девять, десять Так, одиннадцать Смотрим дальше Сколько тут парашютиков Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда Так, давайте посмотрим Еще двенадцать Двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать Побежали, побежали, побежали Побежали, побежали, плана Так, шестнадцать, двадцать, двадцать, двадцать Посмотрите Просто так Двадцать, один, двадцать, 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 три И прыжок, прыжок, прыжок. Ну, смотрите, очень высоко. Спасибо большое, что посмотрели.